Почему в консерватории немножко другой подход? Там не говорят о том, что твой, скажем, звук и твое дыхание, они связаны, они об этом говорят, но о том, что ты можешь формировать его в своей голове, в первую очередь, а не артикуляционным аппаратом или не резонаторами, о которых мы будем сегодня упоминать, там не говорят, вы в этом смысле сильнее, у вас дочь информации. Как зарождается звук? У вас в голове сначала возникает мысль об этом звуке. Я хочу что-то сказать. Как вы распоряжаетесь этой мыслью? Я хочу сказать что? Ну, например, давайте даже не сказать, давайте возьмем простой пример. Сделайте все вот так. Скажите, что сейчас подняло вашу руку? Моя мысль. Спасибо, пускай. Совершенно верно мысль. Если вы захотели поднять руку вот так, ну, и вот так, вроде бы, неправильно как-то получается, вот так, да, то вы выше ее подняли, только потому что ваша мысль подняла ее выше. И если вы ее подняли вот так, вот так, вот так, вот так, то это такая мысль. Это значит, вы не сформировали свою мысль для того, чтобы не сформировали, и поэтому не сформировали какое-то свое движение. Заметьте, кто-то делает зарядку. Делаем раз, два, три, четыре. Один мой знакомый говорит, я люблю делать эту нюх гимнастику. Да, он смеется, но очень часто это столько же. Посмотрите на людей, которые делают гимнастику где-нибудь там, в коллективах. Вот очень так же можно относиться к своему голосу. Кто-то норовит, потом ладошки назад. Раз, два, три, четыре. Смотрит, как правильно делали. Да? И вот этот совершенно по-другому себя чувствует. Если ваша мысль в голосе, или хуже того, я вдруг неправильно делаю, и кто-то увидит, что я недостаточно правильно это делаю, тут же я покажусь таким вот, а мне пофиг. Если я боюсь, что мой голос зазвучит, его кто-то услышит, поэтому я буду говорить, как-нибудь так, я буду говорить, и мне понимаешь, что это такое покорение. Это вообще дело, что мне нравится так, а заходят. Речь идет только о мысли. О мысли формирования. Если вы сформировали свою мысль, вы сформировали свой голос. Вы сформировали свое правильное дыхание. Именно с дыхания начинается оно. Мы именно поэтому начинаем с дыхания. Поэтому сначала дыхание и звук, а потом условия, при которых вы имеете его всегда, когда хотите. Неправда, что голос должен быть всегда одинаковым. Например, всегда нужно говорить громогласно. Представьте, я бы с вами провел тренинг только вот так разговаривал все два дня. Наверное, это было бы очень интересно. Наверное, он был бы такой одинаковый. Убор, 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 убор. Совсем олег. Волос какой-то разный. Когда-то он тихий, когда-то он мягче, когда-то он звучит отсюда. Мы с этим будем с вами играться. С этим много, очень много. Мы, совсем много реакций. Когда он разный в разных ситуациях, вы очень здорово общаетесь с человеком. С разными людьми. Под разного человека у вас разные резонаторы. Когда я говорю о подстройке, когда я говорю о общении с разными людьми, вы можете теперь научитесь сегодня вечером более свободно двигать голос вот по всей излучащей системе. От грудного резонатора до кеменового. Зачем это нужно? Я хочу быть разным. Мне не интересно быть одинаковым. Всегда одним и темным. Для всех людей, во всех ситуациях. Я считаю, именно поэтому и магия лечить существует. Интересно.